103. Очень приятно. Господин президент, у меня есть маленький подарок. Это нож, морская фута. Вчера были в университете спецназа. Посетили мечеть. Мечеть особенно понравилась гостям. Мне надо больше тренировать. Ваша спецназ Академии самый хороший человек. Я только студент. Надо вам переехать, чтобы нас обучать тем навыкам, которые мы не знаем. Вы же говорили, на два месяца хотите на тренировку. Скотт говорит, если приеду на два месяца, точно похудею буду спортивной. Когда я был в мае, я смотрел Ахмапур. Самый сильный солдат. Очень красивый, очень сильный, хороший тренирователь. Все тренируются. Если взял другие оружие, то надо знать, как использовать его. И должен быть подготовлен и физически, и умственно. на все отношения. Поэтому мы очень стараемся, чтобы ребята не погибали, а выполняли свои поставленные боевые задачи. Для этого мы очень много работаем. Закупаем любую технику, которые есть, чтобы ребятам было легко в бою. Что особенно понравилось вам? Все больше. В Америке люди не знают, как реальный Чечен. В Америке через 20 лет только слышали, что чеченский республик – плохое место. Вы самый страшный человек. Самый страшный человек. И вы тоже. Он страшный, действительно. Только хочет убивать американских людей. Когда я везил в Чечене, я знаю, что это неправда. Каждый человек, мужик, женщина, я смотрел в Чечене. Очень приятные люди. Очень приятные люди. Они любят американских людей. Калитиков не любят. Да, да. Государство – это другой вопрос. Чеченские люди – очень красивые люди. Москва. Вчера – самое красивое место. Но сегодня в музее – это сильный момент. Ваш отец – самый сильный человек. Он – историй человек. Когда я спросил человека на улице – тоже самый сильный момент. Потому что это люди. Это реально. Чечене – хорошее место. Скотт сегодня говорил о том, сколько большой Скотт был в нашем сердце. Развитие и восстановление к борьбе с терроризмом. В Америке говорят, Скотт, как ты был в Чечне? Он говорит, да. Как тебе не страшно было туда ехать? Он говорит, почему мне должно быть страшно ехать? Та война, которая первая и вторая – это американская программа. Институты разработали программу по поручению американского лидеров, которые управляют убийством государственных народов. Те арабы, которые приехали, они совершенствовали, владели русским языком. Они изучали полностью академию, генштабы, военные. Полностью все знали лучше, чем наши генералы. Подготовлены были спецслужбы. И не просто приехали с улицы, люди воевали. Они богатые, обеспеченные. Ежемесячно принесли им доллары, красные кресты. Другие разные организации помогали им. Вывозили, завозили. Все им на руки было. Потом обвиняли нас во всем. Если выставил охрану… Вот видите, в Чечне плохо выставили охрану. Сейчас американцы сами выставляют охрану. Везде любое мероприятие. Все, что есть, уходят. Вертолеты, самолеты, чтобы обеспечить безопасность. Когда у нас война шла, мы не могли с автоматом выходить на улицу. Вот он, убийца, с автоматом ходит. Теперь все ходят с автоматом. Убивают палестинных людей. Ни в чем не видно. Все молчат, никто не говорит ничего. А в Чечне всем было интересно. Я отдал все за то, чтобы не убивать. Мой отец погиб. Мои двоюродные братья, братья погибли. Я один остался в семье. В нашем городе очень много погибших. Я похоронил там, близко. И еще меня обвиняют. Не только меня. Мою маму даже слова не сказала про политику. Под санкции попали. Моя жена, которая домохозяйка, под санкции. Дочка несовершеннолетняя, тоже под санкции. Исполняется 16 лет. Сразу под санкции. Лошадь под санкции. Самолет чужой, который мы брали аренду, под санкции. Меня во все санкции по 3-4 раза. Забывают, что я нахожусь под санкции. Опять живут против санкций. Как будто я насчитал деньги или что-то есть. Как будто меня пугают санкции. Не знаю. Слабо умные. Недальновидные. Рекорд Гиннеса зафиксировали. Помните? Самое большое количество санкций на вас и ваших членов семей. Официально приехали, зафиксировали, диплом дали. Я очень рад. Я здесь и моя дочь тоже. Она изучает университет в Америке. Она специалист Южный Кавказ. Я очень рад будет. Моя дочь надо смотреть в розыгрыше Чечне. И вы. Надо смотреть в начальник Чечни в республике. Он не плохой человек, а? Как американские медиа говорят. Кадиров самая плохая человек. Это неправда. Господин президент, это маленький подарок. Это с Новым годом. Это номер 500. Это самый главный номер. Дружба между Русей, Америкой, Чеченским и Американским. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.